Девушки отдыхают Но как они появились? Или они вообще всегда были? Вопрос прямо в точку После ужасной галактической войны В ходе которой были уничтожены целые народы и даже планеты Собрался конгресс очень умных и хороших людей Они придумали замечательную декларацию О том, что все человеки рождены свободными и должны жить в духе любви и братства И все человеки, независимо от цвета кожи или там места жительства Имеют право верить во что хотят Свободно говорить о своих мыслях, путешествовать, работать, иметь семью и имущество И никто не может этого просто так отобрать А тем более человека убить, пытать или продать в рабство В общем, на словах все звучало так замечательно Что все государства приняли эту декларацию единогласно Так почему же декларация не работала? Такие прекрасные вещи придумали Вроде все согласились На словах-то всем понравилось Но на деле правительство хотели по-прежнему грабить соседей Войны вести, рабов иметь и так далее Но самое печальное, что не удалось договориться о самом главном А кто же следит за исполнением этой замечательной декларации? Так что все вернулось Войны, диктатуры, концлагеря Несмотря на то, что все планеты заявляли, что соблюдают права человеков Тогда собрался новый конгресс представителей цивилизованных миров На этот раз приняли конкретный документ Пакт о том, как цивилизованные миры будут жить вместе в рамках Союза цивилизованных миров Помимо общих правил, приняли еще и Всемирную конвенцию для защиты прав человеков И договорились о том, как все цивилизованные миры обращаются с любым из человеков Независимо от того, является он гражданином данной планеты, туристом или переселенцем Правительство планет взяли на себя обязательства А значит, у человеков появились права Значит, декларация – это когда мы что-то замечательное написали Например, «хорошо жить хорошо» А конвенция – это уже четкие обязательства Например, договор, причем обеспеченный конкретными механизмами исполнения Так? Именно так! Отличная формулировка! А вот Стабелина нам право на счастливое детство обещала Это что значит? Да ничего это не значит! Болтовня просто! Именно поэтому в конвенциях прописаны не абстрактные вещи, а совершенно конкретные обязательства А чего диктаторы, например, будут конвенцию-то соблюдать? Во-первых, нельзя вступить в Союз цивилизованных миров, если ты не сделал конвенцию частью твоей внутренней системы законов Во-вторых, всех мирный суд следит за тем, чтобы права человеков исполняли все правительства и везде одинаково Ну а если не выполняет, то последуют инспекции, проверки, санкции и так далее Ну и самое серьезное, исключение из Союза, чтобы планета всерьез задумалась Это чего? Выходит, государства следят друг за другом? Им-то от этого какой прок? Это как раз понятно Всякие диктаторы напасть могут на соседей За ними особый присмотр нужен К сожалению, другие планеты, конечно, не все видят Да и всемирный суд тоже не всегда справляется Расстояния-то в космосе огромные Вот тут-то и требуется участие правозащитников Но это уже тема для отдельного разговора Расстояния-то в космосе